Моя тётя отправила меня в музыкальную школу. Очень тяжело представить с первого взгляда, что этот застенчивый 14-летний артист пожимает руки звёзд российской эстрады и заставляет рукоплескать себе многотысячную аудиторию. Ливан Пхаладзе родился в большой семье. У него четыре старших брата. Родители всегда хотели, чтобы хотя бы кто-нибудь из сыновей занялся музыкой. Однако предрасположенность к ней появилась только у одного – у самого младшего. Родные отдали Ливана в школу музыки в шесть лет. Учителя сразу смекнули «У мальтика талант». Скрипка, как живая, поёт в руках музыканта. И учиться игре на ней юному артисту давалось очень легко. Сейчас Ливан вспоминает об этом времени с улыбкой. Занималось мало человек, но когда пришёл я, постепенно начал наш класс увеличиваться. Давалось мне это легко. Мне очень нравилось этим заниматься. Я, когда приходил домой, сразу же открывал скрипку и играл на ней. Первое моё выступление было на республиканском конкурсе, где за первое место давали пять тысяч рублей. Я там выступил, все аплодировали и всем очень нравилось, как я играю. Карьера юного скрипача стремительно полетела вверх. За семь лет мальчик выиграл почти все абхазские конкурсы. Но за это время у Ливана открылся ещё один талант. Мальчик запел. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Как ты, как я, как у солдата. Как у старта. Я тебя люблю, я тебя люблю. Поучаствовать на фестивале «Голос» Ливан мечтал давно. И вот на почту приходит письмо, в котором сказано, что Ливан прошел кастинг и приглашается в Москву на слепое прослушивание. Каково же было удивление родителей, когда они узнали, что Ливан с помощью старшего брата отправил заявку на голос и прошел. Он сидел дома и говорил, когда он смотрел эти музыкальные передачи, я хочу быть на этой сцене, я мечтаю на нее попасть, я хочу все потрогать своими руками, я хочу быть там. На что мама ему говорила, что это нереальная мечта, туда попасть из стадии какой-то грани фантастики. Но оказалось, что он написал письмо, отправил сам, помог ему старший брат записать песню в студии. Все остальное он сделал сам, он сам записал, в студии ему записали песню, он ее отправил и через некоторое время... Вы же не в курсе были даже? Ну, мы понимали, что он что-то делает, но это на фоне детской какой-то вот суеты, не более того. И когда пришло приглашение на кастинг, мы, конечно, были изрядно удивлены. И вот настал долгожданный день, день выступления. Тот день, о котором Ливан мечтал долгое время. Однако судьба подкинула мальчику очень неприятный сюрприз. Съемки у меня были во второй день. Я пел достаточно неизвестную песню, английскую. И при этом я очень сильно заболел. Климатические условия в Москве мне помешали. Потом я начал петь свою песню. И видел, что уже в середине куплета ко мне никто не поворачивается. Начал делать всякие мелизмы и штучки, чтобы как бы развернуть наставников. Уже окончательно понял, что ко мне никто не поворачивается. И свет начал отдаляться, и наставники развернулись. Потому что песня уже закончилась, и выступление мое тоже закончилось. Развернулись, и так как я болела, они сказали, что кое-какие места у меня не получались. Из-за того, что я болел. И Максим Фадеев пригласил меня на третий сезон проекта. Так как следующий фестиваль только через год, чтобы не тратить времени, артист выступал на другом российском конкурсе. «Новая волна». Стал полуфиналистом, и за это в награду получил право на съемку первого профессионального клипа. Когда я вышла на сцену в третьем сезоне, я почувствовала ту атмосферу. Опять эти красные кресла, зрители, большой зал, оркестр. Все было по-настоящему. Я вспоминала, когда пел мое участие во втором сезоне, и спел я достаточно хорошо. Но из-за того, что у меня была мутация голоса, я понимал, что судьи ко мне могут не развернуться. После того, как я спел, ко мне никто не повернулся. И когда они развернулись уже, чтобы познакомиться со мной, они спросили, откуда я. Я с радостью сказал, что я с Абхазии, с моей родины, с Ухум. После того, Леонид Агутин сказал мне, что я очень красиво спел. Пелагея сказала, что она не хотела давить на мой голос, так как проекты проектами, конкурсы конкурсами, но голосочку нужно отдохнуть. Здравствуйте, меня зовут Ливан, мне 12 лет, я из Абхазии, из города Сухум. Очень красиво поешь, Ливан. Очень красиво, а что у нас с мутационным периодом, в какой он стадии сейчас, как дела? Ну, он только что. Только что начался, или процесс прямо сейчас, да? Да. Сам тот самый. Это слышно. Это, к сожалению, слышно. К сожалению, почему? Это же явно никто, даже из нас его не избежал, и даже я мутировала вот в такую тетеньку с низким голосом. Но я пела раньше по-другому совсем, когда маленькая была. Поэтому почему, к сожалению, просто сейчас я лично побоялась брать в команду, потому что побоялась работать, давать нагрузку, понимаешь? Потому что конкурсы конкурсами, проекты проектами. А все-таки голос – это самое важное, что у нас есть. И проект закончится, а голос-то надо, чтобы остался навсегда. Понимаешь, да, о чем я? И сейчас, на мой взгляд, когда идет самый такой процесс, лучше вообще поменьше петь, поменьше работать, а наоборот, вот, я говорю, набирать какую-то, может быть, теоретическую базу, слушать много музыки и так далее. А голосочку, самому аппарату, его немножко пожалеть. Поэтому ты не жалей о ситуации, а просто, ну, вот такой опыт, он тоже, мне кажется, очень крутой. Несмотря на все трудности, мальчик сдаваться не собирается. Как только голос окончательно сформируется, Ливан попробует себя в очередной, уже в третий раз на фестивале. Так что запомните лицо этого молодого человека. Не исключено, что в скором будущем вы будете его часто видеть на экране телевизора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова